Реконструкция вокзального комплекса в Нижнем Новгороде начнется в ближайшие месяцы. К Чемпионату мира будет выполнен большой объем работ. Планируется реконструкция центрального входа. Будет отремонтирован как фасад, так и здание изнутри. Благоустроится территория вокруг. Кроме того, в здании вокзала появятся условия для маломобильных граждан. Объем работ большой. Документы должны выйти из госэкспертизы с положительным заключением по нашим оценкам к концу апреля. И получается, что у нас остается менее одного года на строительно-монтажные работы. Это довольно крупный вокзал, и все строительно-монтажные работы нам предстоит без его закрытия. Нижнегорода поддерживает реконструкцию вокзального комплекса. Главные ворота города станут удобнее, красивее и современнее. Реконструированный вокзал – это всего лишь один из объектов, который появится в регионе к чемпионату мира. И если на вокзале только планируют приступить к работам, то строительство стадиона «Нижний Новгород» идет полным ходом. Чемпионат мира пройдет, а вокзал в новом своем качестве, красивый, хорошо оформленный, хорошо технологически работающий, обеспечивающий безопасность пассажиров, он останется на долгие годы и будет служить нижегородцам в их повседневной жизни. Аэропорт останется, вокзал останется, метро останется, стадион останется, проспект молодежный останется, база команд прекрасная на Бару, где я вчера там был, тоже останется. Тренировочные поля, где будут детские и юношеские спортивные школы, футбол тоже останется. На главной арене завершается монтаж металлоконструкций. Строители приступили к установке наружных витражей в зданиях входных групп. Продолжаются также работы по инженерным системам. Если вы заметили, я уже практически ко всем работам говорю, продолжаются. То есть мы практически все работы уже производим единовременно. Единственное, плавно мы перетекаем и начинаем работу именно по внутренней отделке. Поскольку была зима, внутренняя отделка делать было невозможно. Сейчас, в апреле месяце, мы уже приступим к полному объему именно к этим работам. Стоит отметить, что региональная программа подготовки Нижегородской области к чемпионату мира утверждена первой среди всех регионов организаторов турнира и является одной из самых масштабных в стране. Помимо стадиона Нижний Новгород в регионе уже работает новый аэропорт, идет строительство станции метро Стрелка и реконструкция проспекта Молодежный. Ведется строительство спортивных баз, тренировочных площадок и гостиниц.